коллеги я вас приветствую приветствуйте кто за экраном начинаем нашу лекцию предпоследнюю давайте я отделю на чем мы остановились мы остановились на том что ввели частичные интегралы фурье это аналог частичных сумм фурье напомню что это такое здесь такой коэффициент написал симметричный интеграл или так отреагируйте все было ну что а теперь расписывая преобразование фурье мы начали с вами преобразование ну давайте я напомню об по определению здесь точностью до коэффициента опять будет интеграл коэффициент идет сюда расписываю здесь у меня вот так под и y и еще по ты по r здесь дифференцируется здесь стоит экспонента в степени минус и y так я под одну экспоненту запишу получаем вот так д мю от т д мю от y мы остановились на том что воспользовались теоремой фубини объяснили что под интегральной функции у нас интегрируем на такой полосе и знаешь можно переставить порядок интегрирования переставляю получаю интеграл чик здесь у меня по r а здесь напишу что да все что от ты я могу вынести внутри у меня будет вот такой вот коэффициент такая вот функция которая интегрируется по переменной y и давайте я скобочку поставлю здесь скобочку д мю от т или где так вот на этом мы остановились и так поехали получим еще одну строчку ну что про интегрирую здесь коллеги я чуть сэкономлю напишу сразу ответа вы объясните как это все строго можно сделать какая здесь будет первообразная да вот такая ну и здесь подстановка почему такая ну как вот строго это доказать как мы с вами ввели интеграл от комплекс назначенной функции отдельно от вещественной отдельно нему ну распишите и убедитесь что это действительно первообразный для соответствующих как сказать вещественной части этой функции есть первообразно для вещественной части вот этой функции договорились делайте сами это вроде простое упражнение а я начну подставлять и так коллеги что у меня здесь будет у меня будет следующее f от т ну напишу-ка я вот эту двойку отправлю сюда здесь будет 1 на пи а здесь у меня будет 2 и ну вот этот вот чтобы не забыть множитель x минус т а что будет здесь но подстановкой и в степени и у x минус т минус подстановка нижнего предела минус и у x минус т и что я должен написать д мю т коллеги отреагируйте что стоит вот здесь по формуле элера здесь стоит синус вот такого вот аргумента так коллеги все записываю и так 1 на пи интегральчик по rep от т тататата там чего тут будет синус у x минус т на x минус т д мю от т коллеги понятно что будет если я сделаю замену x минус t через s обозначу так может уже кто-то увидел что здесь будет стоять но давайте я ищу один шажок сделаю что у меня получается 1 и здесь у меня модуль якобиана единица здесь область остается такой же здесь у меня будет x минус s а здесь у меня будет здесь у меня будет си нос у с на с д мю с коллеги если я эту функцию обозначу через d от у что там стоит правильно молодцы свертка свертка скажем с ядром дирихле с интегралом дирихле да вот здесь итак записываю 1 на пи свертка функции f с функцией d у ну вот немного тут дайте сюда запишу где d у это синус от на т коллеги понятно что произошло двигаясь дальше давайте все остальное согласитесь у нас такое же было для рядов но что там был и был было ядро дирихле да вместо у стояла n пополам до n плюс 1 2 точнее да синус т пополам внизу ну а здесь заменяется еще на более простую функцию ну хорошо все прокрутим то что у нас уже было в этом хорошо легче учить будет и так лемма 1 а что вы там получали с вами пусть у меня вот и аналог получу соответствующие леммы дирихле для ряда пусть у меня f интегрируем она и x фиксированная . тогда получу-ка я два утверждения первое утверждение что там для любого положительного дельта у меня частичный интеграл записывается вспоминаем ту лему мы асимпатическое представление имели для частичной суммы ряда фурье ну давайте асимпатическое представление для интеграла фурье напишу и так что у меня здесь будет от 0 до дельта f от x плюс т плюс f от x минус т на т синус у т д мю от т плюс о малая от единицы плюс бесконечно малая бесконечно малая от какой перемен от у значит при у стремящейся к плюс бесконечности это первое утверждение а второе утверждение было такое критерий сходимости ряда фурье давайте критерий сходимости интеграл фурье значит частичные интегралы сходятся к числу с тогда и только тогда когда найдется положительная дельта что предел при стремящимся к плюс бесконечности вот таких интегралов f от x плюс т плюс f от x минус т на т синус ут д мю от т равен нулю ну что коллеги можно сказать очевидно да повторите рассуждение но давайте вместе прокрутим что показать что действительно так как показать мне первое утверждение ну во первых воспользуемся тем что имею имею вот такое представление до интегрально значит используя равенство используя равенство ну уже давайте сокращу вот такое используя и четность функции д у имеем коллеги ну помогите что имеем дать я вот вот такой интегральчик до имеем что будет ну понятно я хочу разбить его на область интегрирования на два луча так от минус бесконечности до чего до нуля и от нуля до плюс бесконечности и в том что от минус бесконечности до нуля сделаю замену s равна минус т тогда у меня будет опять вот такой вот интегральчик от бесконечности а тут что будет ну с одной стороны стояла вот такая вот вещь а с другой будет стоять с заменой с на минус т да ну согласитесь это в точности то что здесь написано и так f от x плюс t плюс f от x минус т на т так хорошо а теперь ну что еще до сделаю разобью на два интеграла от нуля до дельта плюс от дельта до бесконечности здесь уже я распишу как надо так синус от д мю от т коллеги отреагируйте пожалуйста что вот здесь стоит во втором интеграле вот функция давайте я ее запишу f от x плюс t плюс f от x минус т на т коллеги всем ли понятно что она интегрируема на вот таком луче что у нас по условию есть интегрируема с на р значит вот это интегрируемая функция согласны коллеги в интеграле делаем там замен сводим так ребята это видно один на ты это непрерывная ограниченная функция на луче произведение интегрируемой функции на ограниченную так правильно все будет интегрируемой функции и так значит есть у меня вот такая вот вещь ну теперь скажите почему вот этот интеграл стремится к нулю ну что-то мы сегодня в этом семестре повторяли с четное множество раз полемии риммана в осцилляции да и так пишу тогда функция x тогда интеграл по отрезку по промежутку вот стремится к нулю по лемии риммана в осцилляции ну я запишу что доказывает пункт 1 что доказывает пункт 1 коллеги все понятно хорошо ну продолжаем разговор давайте докажем пункт 2 значит имеем имеем ну распишу-ка я вот такой вот интегральчик вы согласитесь сюда просто я правильно хоть записал нет неправильно я думаю что то тут минус 2s то тут s есть а здесь нету s напишите пожалуйста итак коллеги что мы здесь добавили вот такой вот интегральчик давайте отдельно его поизучаем значит ну от нуля до дельта синус у t на t d ну пока риммановский рассмотрю интеграл скажу коллеги всем понятно это то что мы добавили ну вычли точнее итак поехали ну покажем что это на самом деле стремится к нулю и тогда все будет сделано хорошо что напрашивается напрашивается сделать замену то тут у напишу тут у и у от у на т через новую переменную запишу итак давайте tau ут делаю замену в не собственном интеграле сейчас в определенном интеграле тогда я получаю 2s на π здесь у меня будет но вы мне сейчас подскажите tau tau d tau 0 перейдет в 0 а t равное дельта перейдет да дельта у итак скажите мне пожалуйста что будет если я устремлю дельта положительно устремлю у к бесконечности к плюс бесконечности куда это все будет стремиться к пи пополам так согласитесь это у нас стремится при у стремящемся к плюс бесконечности к 2s на пи интегральчик вот такой вот коллеги так этот интеграл мы считали пи пополам его значение пи пополам сокращается к s так тогда имеем тогда тогда я могу записать следующее вот у меня число s есть я его могу переписать так вот так могу переписать вот это число s так здесь записать уже либеговский интеграл у нас функция интегрируема по риммону значит по либегу на этом отрезке я могу здесь так записать вы согласны с точностью куда все это стремится как мы да к s значит точностью до бесконечно мало это правильно значит я здесь кусочек запишу вот такой при у стремящемся к бесконечности так коллеги давайте с вами посмотрим что имеем с одной стороны имеем вот такое представление а с другой стороны имеем представление которое получили так вычитаем из левой части s из правой части тот вот интегральчик вы согласитесь получаем ровно такое вот утверждение ну то есть s у минус s будет иметь предел равный нулю тогда и только тогда когда вот этот вот предел равен нулю все увидели коллеги понятно давайте я уже сокращу так как мы уже это расписывали я напишу что влечет пункт 2 ну поздравляю коллеги такой вот такое представление у нас получено ну а теперь к теореме к теореме я перехожу теорема судя по всему 3 достаточные условия сходимости да интеграл как мы поступим ну у нас там несколько признаков были в том числе и признак Дирихле Жордана здесь точно так же можно прокручить но все таки на практике для нас принципиальным был признак Дини да давайте вот здесь его аналог получим тоже признак Дини сходимости интеграл фурии так пусть у меня функция f интегрируема на r и x это точка если для комплексного числа c s найдется дельта больше нуля такое что интегральчик от нуля до дельта f от x плюс t f от x минус t на t модуль модуль д мю от t сходится то частичные интегралы фурии сходятся к числу s то есть интеграл фурии в точке x совпадает с s коллеги согласитесь это простое следствие того что мы установили в пункте 2 отреагируйте пожалуйста какие слова нужно сказать вот я как раз и интересуюсь когда у меня s является пределом частичных интегралов когда вот такой интегралчик да равен предел интегралов равен нулю так что мы там требуем по условию мы требуем чтобы функция вот это была я опять забыл да что ж такое все забываю да забываю коллеги s есть там опять нету напишите прошу прощения сходится да значит что можно сказать про вот такую функцию она у нас интегрируема так интегрируема тогда нужно что сказать опять лемма риммана в исцеляции работает и предел таких интегралов равен нулю правильно коллеги что означает сходимости частичных интегралов скажите все понятно все отлично вот надеюсь убедил что удачный удачное разбиение темы да там ряды фурье позволило нам теперь особо не вдаваясь в детали получить аналогичный результат для интеграла фурье коллеги понятно все замечательно тогда прокомментировали доказательства давайте двигаться дальше определение пусть у меня функция f как говорят локально интегрируемое что означает она интегрируема на любом под отрезки числовой прямой тогда можно определить обратное преобразование фурье фурье пишу обратно ным преобразованием фурье f определяю это понятие называется следующая функция значит обозначение тут вот такая птичка крылышками вверх от у или вот так что это такое это опять функция через интеграл определяется интеграл в смысле главного значения я сначала коэффициент напишу интеграл в смысле главного значения ну а здесь f от у и в степени у х так я от у записал значит здесь от х ну если конечно такой интеграл существует ну давайте с вами посмотрим какие здесь у нас условия существования будут ну отметим отметим следующее значит скажите мне пожалуйста если обратное преобразование фурье определено то тогда как можно записать как можно записать интеграл фурье ну вы согласитесь интеграл фурье когда я вот здесь пишу преобразование фурье ну а с точки зрения наших обозначений это что будет вот так да от преобразования фурье надо взять обратное преобразование фурье фурье коллеги это все понятно вот или в этих обозначениях тождественно да обратное преобразование фурье от прямого преобразования это я просто объяснил ну вот эту запись теперь да то что говорил давайте посмотрим какие достаточные условия существования ну самое простое достаточное условие если f у нас оказалась интегрируемой функции то вот этот vp интеграл существует в обычном смысле да как интеграл или бега и тогда скажите здесь написано очень похожая вещь на преобразование фурье ну как похоже кто объяснит ну тут минус да стоял ну значит надо сказать что преобразование фурье обратное от y это есть прямое от минус y согласны коллеги коллеги отреагируйте все понятно хорошо ну все теперь скажите мне пожалуйста ох как можно переписать следствие вот сейчас я хоть его еще не получил сейчас получим да следствие из признака Дини формула я пытался здесь объяснить почему название этого следствия формула обращения ну что коллеги пусть у меня функция f интегрируема на r интегрируема на r и в каждой точке x и z существуют конечные правые и левые производные тогда коллеги скажите мне пожалуйста что тогда 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 в этой точке да у меня интеграл фурье сойдется ну к какому значению да здесь к f от x так согласитесь да f от x ребят это понятно точно так же как в следствии из признака Дини для рядов мы показали да что выполняется условие Дини и значит сходимость будет так как можно записать это по-другому или как можно записать по-другому вот этих обозначениях согласитесь обратное преобразование фурье от прямого преобразования фурье в этом случае дает f коллеги правильно вот почему такое название ну доказательство этого следствия оставляю в качестве упражнения достаточно просто дословно перенести то что мы делали для рядов как мы проверяли выполнение условия признака Дини там да так и здесь проверьте это условие договорились коллеги все ли здесь понятно все вот такое вот утверждение смотрите хорошо хорошо да вот мы с вами обсуждали да как применяется да преобразование фурье в прошлый раз когда вычисляли для экспоненты там да то есть вот мы поставили зеркало перевели перевели там у нас операция дифференцирования связалась с образом уже через алгебраическое домножение на и y помните было такое в прошлый раз значит уже на уровне образа все хорошо получили этот образ можно вернуться назад если функция вот такая то можем получить да поставили зеркало преобразовали там для образов и вот образ вернули назад с помощью вот такого зеркала договорились вот так это все работает вот такая теория такой вот кусочек мы с вами его благополучно прошли теперь я расскажу одну теорему очень важную для курса ну может быть она будет чуть сложнее того что мы проходили до этого так ну что коллеги давайте я так что то здесь сделаю да что то уберу так так коллеги мы рассмотрим формулу обращения которая переносится и на многомерный случай я вот как-то упомянул что можно не ограничиваться одномерным случаем числовой прямой можно рассматривать но вот это доказательство сугубо одномерное а вот надо иметь и для более общей ситуации формулу обращения ну вот следующая теорема даст эту формулу обращения так ну не знаю давайте я это тоже сотру итак прежде всего такую вот лему рассмотрим а лемма у нас по-моему не так сейчас да была вторая да лемма и так пусть у меня функции f и g интегрируемые на числовой прямой тогда тогда вот коллеги в свое время когда я увидел это казалось ну что-то необычное но если начинаешь задумываться то не может быть иначе да имеется ввиду следующее то если у меня есть так то можно это птичку перебросить сюда так вот спросить совсем не очевидно ну вот сейчас давайте начнем рассуждать и поймем что все работает коллеги пока ясно что написано отреагируйте пожалуйста почему оба интеграла существуют что мы там про преобразование фурье с вами обсудили что это непрерывная функция которая на бесконечности стремится к нулю так я кстати забыл там упомянуть как правильно сказали почему же у нас преобразование фурье интегрируемые функции на бесконечность стремится к нулю ну надо опять сказать по леми риммон об исцеляции ну я забыл словосочетание упомянуть так что будет пробел у вас в лекциях так коллеги ну а здесь раз это так то получается преобразование фурье это ограниченные функции на р так ну значит произведение интегрируемые на ограниченную снова интегрируемая функция интеграла существует нам надо доказать равенство когда надо что-то переставлять как нам везет и удачно теоремы мы серьезные но если надо что-то переставлять в интегралах ну чего там два варианта либо тоннели либо в кубине ну вот не применить ли нам это давайте я напишу доказательство интегрируемость функции что тут будет стоять будет стоять вот преобразовав вот такая вот вещь я запишу сразу модуль это у меня по модулю будет вот так значит интегрируемость вот такой функции на r2 следует из условия какого из условия интегрируемости вот этих вот функции по теореме тоннели согласитесь хочу интегральчик сюда двойной навесть все равно что повторный интеграл сюда так произведение двух интегралов по r от f все по теореме тоннели написали по теореме тоннели ну а теперь это уже дает нам знака переменный интеграл значит теорема фубини тогда по теореме фубини выполнено следующее ну давайте я левую часть распишу ну у меня записана такая вот вещь интегральчик опять у r f от y е в степени минус и y x я здесь давайте минус поставлю минус поставлю здесь же минус д мю у y это я вот это расписал скобку закрыл же от x д мю от x это я расписал левую часть ну а теперь что мы имеем раз это у меня произведение интегрируем а то все это равно этот повторный интеграл равен двойному интегралу по r2 от вот такой функции без модуля так коллеги а значит его можно расписать еще и в другом порядке пишу в другом порядке что у меня здесь будет но меняю x и y местами все что от x идет в одну сторону а что там идет в одну сторону ну же от x теперь будет экспонента у нас симметрично относительно вот идет сюда это д мю x и внешнее интегрирование д мю и y коллеги отреагируйте тут понятно ребят всего ну а раз это так то это есть не что иное как запись такого вот ну вот свое время я удивился тут как может быть иначе ну вот так я f до f забыл вот видите f я забыл да ну запишу куда-нибудь давайте сюда да запишу f f от y до коллеги вот такая вот теорема такое вот условие ну а теперь ключевой момент сегодняшней лекции теорема теорема 4 ну назовем ее тоже формула обращения говорит что если это пусть пусть у меня f и ее преобразование фурье фурье интегрируемая тогда 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 справедливо следующее равенство значит обратное преобразование фурье от прямого преобразования фурье или можно сделать замену y на минус y поменять местами вот так дает нам функция f почти всю днр оказывается при таком дополнительном условии если мы точно знаем что преобразование фурье интегрируемо функция работает формула работает в самом что ни на есть в хорошем виде да возвращать назад давайте с вами посмотрим как доказываться будет это если без всяких комментариев это будет что-то очень олимпиадное но давайте с вами посмотрим что здесь четкая логика я вот хочу донести у нас к сожалению эта техника не часто не возникало ну вот давайте с вами рассмотрим не пишите опустите ручки послушайте просто надо применить вот эту вот формулу как будем применять ну давайте с вами посмотреть как будем применять очень хорошо будем применять что тут навешиваю сюда что такое преобразование фурье сейчас вот обратное преобразование фурье я должен экспонент туда дописать согласитесь что дает преобразование вы от экспоненты это сдвиг так сдвиг аргумента согласитесь это очень напоминает да чё там напоминает в точности записано что здесь свертка вы согласитесь это у нас свертка так на f правильно коллеги коллеги отреагируйте все ли понятно все отлично теперь сказать ну отлично подберу функцию же такую что свертка даст саму функцию f я же хочу f получить правильно все ну действительно у меня свертка это аналог произведения значит у меня все записано единицу найду и получу то что надо все хорошо вот проблема упражнения не существует единицы относительно свертки что делать ну все же так красиво шло оказывается нужно да ну что здесь нужно ну чуть придется усложнить а как усложнить надо так называемую аппроксимативную единицу получить что это такое но фактически единица для вот этого является вот у кого уже был семинар по обобщенным функциям дельта функции вот она тут должна возникнуть значит мы должны аппроксимативную единичку взять это что такое ну вот мы должны такие вот шапочки построить чтобы интегральчик был по ним конечный и вот эти шапочки сужались вне любого отрезочка с центром в иксе 0 и тогда здесь рассмотреть пределы не само равенство а пределы понятно коллеги логика какая ну вот все что естественно ну вот усложнилось тут пришлось чуть доработать теперь скажите пожалуйста здесь можно по-разному рассуждать ну наверное возьму-ка я такую функцию g то есть шапочку такую построю чтобы у меня преобразование легко считалось ну давайте вспомним что мы там посчитали посчитали что преобразование фурии вот е в степени минус x квадрат пополам это неподвижная точка преобразование фурии давайте вот эту шапочку построим с помощью той экспоненты ну чтобы здесь сразу снять снять вот эту крышечку ребят понятна логика ну теперь мне надо это все восстановить ну давайте я сделаю после перерыва итак записал записал перерыв хорошо поехали коллеги приступаем к доказательству теоремы ну я сказал некий план высказал надо его реализовать доказательства рассмотрим семейство функций фи эпсилон от t это е в степени минус t квадрат 2 эпсилон в квадрате и давайте здесь поделим на эпсилон чем замечательны эти функции давайте с вами определим значит тогда они обладают следующими свойствами что будет если я рассмотрю интегральчик эта функция у меня положительна поэтому у нас обычный не собственный интеграл Риммана возникнет перепишу-ка я коллеги само собой напрашивается сделать замену правильно t на эпсилон это tau и тогда у меня будет здесь 1 на эпсилон идет под дифференциал будет d tau здесь у меня будет е в степени минус tau в квадрате пополам d tau ну интеграл Элира Пуассона ну тут надо еще учесть вот эту двоечку корень из 2p коллеги вот так итак смотрите интеграл как я и обещал площадь под графиком всегда постоянно дальше что нам свойство нужно было какой-то аппроксимативной единички надо чтобы вот такой вот интегральчик для любого t это больше нуля модуль t больше либо равно это фи эпсилон т д мю т стремился к нулю с ростом эпсилон куда-то там ну давайте с вами посмотрим куда это будет все стремиться ну доказательства давайте я здесь посмотрю и так вот распишу наш интегральчик опять в силу четности я здесь удвою рассмотрю не собственный интеграл Риммана от это до плюс бесконечности ну 1 на эпсилон е в степени минус t квадрат 2 эпсилон в квадрате dt сделаю такую же замену получаю здесь е в степени минус tau в квадрате пополам d tau а здесь будет бесконечность а куда у меня это перейдет это деленное на эпсилон так я по-человече запишу вот так коллеги все понятно скажите мне пожалуйста если я устремлю эпсилон к нулю справа куда вот это у меня будет стремиться к плюс бесконечности так а тогда что можно сказать что это стремится к нулю как хвост сходящегося интеграла коллеги вот это утверждение понятно у меня нижний предел будет стремиться ну все а интеграл сходится иначе хвост сходится к нулю все значит я здесь пишу закончил это промежуточное доказательство и пишу вот такую мысль все пойдет это то о чем я говорил не могу сразу единицу записать запишу аппроксимативную единицу вот она коллеги понятно теперь что мы здесь делаем мы теперь функцию помните здесь домножали на экспонент ну давайте вот почти вот эту функцию домножим на экспоненту даже ну чтобы получить преобразование фурьей так рассмотрим помимо функции фи функцию пси так что это будет за функция вот такая е в степени минус т квадрат эпсилон в квадрате пополам теперь вот сюда эпсилон ну на е в степени и икс т их зафиксировал коллеги все пока ясно давайте посчитаем значит я вот сюда это будет в качестве g у меня выступать а дальше я должен что посчитать преобразование фурии ну давайте с вами посмотрим ради чего вот это вот домножение и было значит считаем преобразование фурии тогда тогда преобразование фурия ну от игрек до функции от игрек как будет выглядеть помогите один на корень из двух пи здесь у нас что будет по р по р интегральчик е в степени минус вот это вот вещь так коллеги на ну по т да я буду дифференцировать интегрировать значит что у меня здесь нужно добавить добавлю минус и y т так коллеги отреагируйте все понятно все значит вот эти две экспоненты я объединяю получаю там парампам так чего тут x минус y т да вот так все хорошо д мю от т коллеги ну вот следите чтоб не наврал вроде так а а а ну в принципе все а а а коллеги давайте с вами посмотрим а а а а что будет если я сделаю замену то уравняется т эпсалам вы не пишите я здесь подправлю здесь мне надо записать да на эпсалон здесь на эпсалон так дальше что здесь уже стоит а дальше у меня сейчас забыл куда тут еще пойдет дт надо выразить через эпсалон записал и здесь 1 на эпсалон поделил так да и так коллеги тогда я получаю да 1 на эпсалон еще поделю и тогда я получаю следующую вещь 1 на корень из 2 пи интеграл по r 1 на эпсалон е в степени минус tau в квадрате пополам на е в степени перенесу сюда и x минус y на эпсалон d мю от tau так что набрал тут т да да согласен тау 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 коллеги а это что такое если вот здесь через с обозначить преобразование фурье преобразование фурье чего по нашей функции правильно сейчас нет преобразование фурье вот такой да функция да так это значит будет преобразование фурье ой 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 так в какой сдвинутой точке да 1 на эпсалон ребят а вот это неподвижная точка относительно преобразования фурье преобразование фурье совпадает с ней но в какой точке вот то что стоит вот здесь вместо y здесь стоит x минус y поэтому я должен здесь написать экспоненту от минус а вместо тау записать вот этот вот агрегат пишу этот агрегат x минус y в квадрате на епсалон в квадрате ну в принципе двоечку да забыл двоечку забыл ой а это же фи эпсалон от x минус y так ребят вы поняли да что мы сделали мы с вами искусственно подогнали так чтобы здесь стоял x минус y и это было бы сверткой так вот подогнали хорошо все работа сделана так давайте теперь собирать плоды и вот эту формулу обозначим 1 запишем формулу 1 для наших функций все условия выполняется про интегрируемость пишу интеграл от f с крышечкой на функцию какую на функцию ну помогите пси от т да а пси от т давайте я еще раз ее здесь запишу вот она да здесь ну хорошо пси дмю равняется как тут мне хорошо записать давайте от y пси от y дмю от y напишу уже с аргументами а здесь а здесь а здесь у меня что произошло вот это образовалось фи фи эпсилон от x минус y на f от y сейчас без без дмю от y коллеги отреагируйте я просто переписал формулу 1 в наших обозначениях ну все отлично что тут нужно перейти к пределу я тут пси забыл перейдем к пределу перейдем к пределу при так отлично ну все михаил покажем коллегам значит вот у нас эта формула да и теперь разбираем левую часть так давайте я это уберу и что у меня будет в левой части коллеги я должен перейти к пределу была бы непрерывность все бы хорошо было но у нас какие-то теоремы были на этот счет давайте с вами посмотрим что будет если я значит подинтегральная функция как у меня устроена она устроена вот таким вот образом так и дальше пси от эпсалон расписываю это будет е в степени ну от у мы договорились вот так эпсалон в квадрате здесь пополам на е в степени и y x x y напишу как ребят вот так выглядит произведение да в левой части давайте с вами модуль навесим и тогда у нас что будет у нас будет вот так на экспоненту так коллеги это функция четная максимум у нее в нуле да такая она в нуле чему тут равно единички так значит это все не превосходит модуля так коллеги все отлично ох у меня подинтегральная функция мажорируется интегрируемые функции не зависящие от параметра параметр здесь x тогда что мы имеем непрерывность сейчас параметр эпсалон да я ж по эпсалон перехожу к пределу параметр эпсалон от эпсалон не зависит от этого значит у меня по теореме 1 из параграфа интеграл зависит от параметра функция сам интеграл непрерывная функция и значит я могу перейти к пределу здесь это все равно что перейти к пределу по эпсалон внутри коллеги вот это понятно пишу тогда тогда по теореме о непрерывности интеграла с параметром левая часть непрерывно по эпсалон и значит при эпсалон стремящемся к нулю справа стремится к помогите коллеги к чему к интегральчику f от y сюда перехожу к пределу пределу при эпсалон стремящемся к нулю получаю единичку так коллеги единичку получаю получаю вот такую вот вещь отлично это у нас в точности вот это и это у нас и и и и и и и и давайте покажем что правая часть ну с точностью до коэффициента да там корень из двух пи окажем что с точностью до коэффициента правая часть стремится отлично продолжаем разговор правая часть и так правая часть То есть выглядит вот так. Интегральчик от x-y, f от y, dμ от y. Это есть с точностью, нет, без точности, свертка с f. Покажем, что свертка f, ну как я и обещал, аппроксимативная единица должна, ну что, стремиться к единице. Покажем, что это все стремится к f, но пока в l1. При обстановке стремящемся к 0. Так, ну здесь я плохо сказал, но вот еще коэффициент здесь вылезает. Коллеги, пойдет? Ну все, помогите мне, чтобы я правильно это сделал. Итак, я хочу рассмотреть вот такую вот разность. Как функция от x, навесить норму l1 и расписать. Ну поехали. Что я здесь имею? Что вот это такое? Вы согласитесь, l1 нормы. Это я должен взять интегральчик по x, по x, да? Чтоб не забыл, пока напишу здесь. По x, да? Дальше от чего? От чего? Ну поехали. Здесь у меня будет интегральчик, свертка же опять, интеграл. От φ ε х минус у. Так, коллеги, следите. На что? Ну помогите. На f, так? На f от у, d мю от у. Так, записал минус, минус вот этот агрегат. Минус вот этот агрегат. А теперь скажите мне, пожалуйста, всем ли понятно, что у меня где-то это встречалось? Вот. Значит, корень из двух, я могу записать как вот такой интеграл. Итак, записываю интеграл. Что тут будет? f от x. А здесь будет интеграл по r. φ и ε. Что тут по y? Ну давайте по y. Дай мю по y. Коллеги, так. И внешнее по x. Ох, не успеваю ничего так рассказать. Что я запланировал? Ну ладно. Коллеги, вот это пока ясно. Скажите мне, пожалуйста, как можно здесь переписать? Я хочу под один интеграл записать. Вот мне нужно вот здесь получить φ. Могу это сделать. А мы с вами знаем, не помню, обсудили или нет, что свертка, она коммутативная. А что это означает? Если вы в этом интеграле сделаете замену x минус y равно t, то тогда у вас x минус t возникнет вот здесь. Всем понятно? То есть вот, о, отлично. Значит, я могу сделать, ну вот, воспользоваться коммутативностью свертки. Итак, поехали. Давайте я уже начну оценивать. Нет, ну давайте еще аккуратно напишу, а то потом будет тяжело понимать, что я здесь сделал. Так, значит, я перекинул сюда. f от x минус y у меня здесь теперь возникло. Минус f от x здесь возникло. Это все на φ ε от y, d μ от y, модуль поставил от x. Ну вот это хорошо. Ну вот это вот в самый раз. Коллеги, отреагируйте, все понятно? Ну поехали. Вы пишите, я исправляю. Модуль интеграла не превосходит. Интеграл от модуля. Перебросил сюда. Ну функция положительная, поэтому можно ограничиться вот так. Коллеги, как? Продолжаем разговор. Это все не отрицательные функции, так? Чего там работает, когда хочется переставить? Тоннели. Отлично. По теореме тоннели я получаю следующее. Интеграл от чего? Внешним образом, ну здесь будет внутренним по x. x у меня только вот здесь. Встретился. Так, здесь у меня φ ε от y, d μ от y. Ну продолжаем разговор. Коллеги, надеюсь, понятно. Ну а теперь вы проговорите, почему это все хорошо, хороший предел имеет. Вот это что такое здесь написано? Что тут с функцией происходит? Было f от x, а теперь стало сдвинутый аргумент. А что-то у нас была была теорема о непрерывности сдвига, которая говорила, что если вот эта маленькая стремится к нулю, то и интеграл стремится к нулю. Да, давайте я это зафиксирую. Значит, у меня есть напишу тогда подробно. Значит, здесь здесь L1 норма сдвига. Вот она на φ ε от y на μ от y. Ну а теперь, коллеги, вот используем то, что у нас вот эта функция, она вот как шапочка, вот здесь у нее маленькие значения. Ну давайте это с вами применим. Разбиваю интегралчик на 2. Один интеграл идет по... дайте я пока... Так, куда мне? Давайте уберу вот здесь. Уберу вот здесь. Так, коллеги. А теперь здесь допишу. Ну что у меня? Непрерывность сдвига есть? Зафиксирую какой-то дельта больше нуля. Тогда по непрерывности сдвига найдется положительное это больше нуля, что фу минус ф1 меньше дельта при модуле у меньше это. Тогда я могу вот это равенство переписать. Теперь два интеграла. Интеграл 1 будет браться по у меньше это. давайте так, напишу плюс здесь у больше это. Коллеги, понятно, что записал? Ну вот такие вот вещи. Ну вот нашей функции. f у минус f фи епсилон от у д мю от у. Продолжаем разговор. Коллеги, ну помогите мне теперь справиться с доказательством. Что про первый интеграл можем сказать? Там маленькое вот это приращение. Силы непрерывности сдвига не превосходит дельта. Значит дельта здесь, дельта вношу. Интегрируется вот эта вот функция. Интегрируется эта функция, но она у нас какая? Давайте я заменю максимум значением по всей числовой прямой. Интегральчик такой от фи епсилон не превосходит. Интеграла по r, который равен, стер здесь, корень из двух пи. Значит я могу вот это оценить? Вот так, всем будет понятно. Продолжаем разговор. Так, а теперь скажите, а что здесь? Здесь наоборот, вот это мы не контролируем большое. Но согласитесь, я могу по неравенству треугольника записать вот так, плюс вот так. А теперь скажите мне, пожалуйста, а что, как там у нас норма 1 норма или 1 норма сдвига? Ну сама же, да, совпадает с нормой самой функции. Значит здесь не превосходит две нормы f. Итак, пишу, не превосходит две нормы f. И вот такой вот интегральчик. А про этот интегральчик мы с вами рассмотрели его отдельно. Свойства какие, куда он там стремится? Ну у шапочки вот эти все ближе и ближе к нулю, да, прижимаются хвосты. Это все стремится к нулю, когда ε стремится к нулю. Значит это все стремится к нулю, при ε стремящемся к нулю справа. И значит я могу сказать, что это у меня не превосходит. Ну скажем, чего, помогите, ну дельта не превосходит, да? Значит я могу сказать, что это все не превосходит вот так, плюс 2, две нормы f1. Ну для всех ε, лежащих в какой-то окрестности нуля. Как я вас, надеюсь, запутал, видите, перешел к пределу по ε, а дельта взял, да? Обычно мы в другом порядке там берем. Теперь, итак, для любого дельта больше нуля. Нашлось ε нулевое. Так, надеюсь, убедил, коллеги. Ну ладно, так уже пошло, уже на ходу не изменишь. Коллеги, отреагируйте, все ли понятно? Это еще не все. Хорошо. Итак, двигаемся дальше. Обсудили мы с вами, что вот это стремится куда надо, при ε стремящемся к нулю, к правой части, еще раз подчеркнем, куда это все стремится. Где тут я, левая часть? Так, покажем. К тому, что надо, да? Теперь давайте с вами посмотрим, значит, куда вот это стремится. Значит, это стремится, это по L1 норме стремится куда надо. Вот мне задавали вопрос, да, какая теорема в нашем курсе такая ключевая. Ну, может, это не ключевая, да, у нас слишком какие-то разные темы там были, но, по крайней мере, в ней слишком много используется из того, что было раньше. И в этом смысле можно сказать, что это итог нашей игры с вами в четвертый семестр. Вспоминаем далекую первую лекцию. Что у нас там было? Что исходимости по L1 норме, да? Вот давайте я вот какую-нибудь ε, катую последовательность, возьму и устремлю к нулю. Значит, здесь рождается последовательность. У меня последовательность сходится в L1. Чего там у нас было в качестве следствия из теоремы о полноте L1? Что тогда у нас есть под последовательность, сходящаяся почти всюду. Как следствие формулировали. И значит, смотрите, я вот здесь рассматриваю последовательность. Из нее под последовательность такая, что сойдется почти всюду к корню из 2πf. Так? Вот здесь исходимость L1 вытекает, исходимость почти всюду. А здесь все равно, ну, хоть по всем ε, стремящимся к нулю справа, и значит, по нашей под последовательности сойдется вот сюда. Вот откуда появляется почти всюду исходимость по L1, да? Вытекает для под последовательности исходимость почти всюду. Вот так, давайте я это запишу. Рассматривая последовательность ε, катая, стремящимся к нулю, показываем, что найдется под последовательность КМ. Такая, что правая часть стремится к корню из 2πf почти всюду на r. Это, ну, напишите, по-моему, следствие было. Следствие из теоремы, какой там по номеру неравенства Гёльдера, теорема 1 была, наверное, теорема 2. Теорема 2 самого первого параграфа. Коллеги, всё здесь понятно? Всё. Ну а по этой же под последовательности левая часть стремится к тому, что надо. Доказали формулу. Вот эта формула получается, если замену y на минус y сделать. Вот. Коллеги, вот такая теорема. Да. Так, хотел обобщенной функции сегодня наполовину рассказать. Ну ладно, учесть ещё, что за мной долг. Дифференцирование, да? Слишком много долгов. Так, хорошо. Коллеги, ну, вы не переживайте. В экзаменационную программу войдёт далеко не всё, что я читал. Всё будет по-честному. Ну, вот, например, вот эта теорема для тех, кто пойдёт к лектору. С доказательством. Остальные достаточно формулировки. Так, договорились. Ну, ещё много чего там поубираю. Так, что всё будет разумно. Михаил, я давайте тогда ещё на камеру скажу. Надо определиться. Да, уже определился срок досрочного экзамена. 23 число. Поэтому, кто желает досрочно, никого не призываю, но так, если есть какие-то обстоятельства, которые вам позволят хорошо приготовиться, это можно сделать. Значит, для этого надо написать мне на почту о своём желании сдавать. И я тогда попрошу там порешать несколько задач из списка, чтобы на самом экзамене уже не тратить время на задачи дополнительные. Договорились? Вот такой комментарий. Прошу, надеюсь, все, кто желает, услышали меня. Всем спасибо. Рад был вас повидать. До следующей встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.